Евгений Таранопольский созданием скульптур изо льда занялся совершенно случайно около 16 лет назад. В этот материал он влюбился мгновенно и до сих пор занятия скульптурой не оставляет. Лед, снег и песок, по словам Евгения, это те материалы, которые позволяют создавать масштабные вещи за короткий промежуток времени. Практикуется в своем любимом деле Евгений в ходе работы на различных проектах, а также во время участия в фестивалях. С начала этого года он уже успел побывать во Франции, Перми, а также на международном фестивале «Снеголет», который проходил в Кировске с 23 по 29 января. Буквально на днях Евгений вернулся в Рязань с первым местом. Так получилось, что были очень сильные команды, то есть там были скульпторы, которых я уже знал, как таких очень титуловных, заслуженных, когда только начинал заниматься этим материалом. Поэтому особенно приятно, что нас отметили. Очень сильные были команды. Более 40 художников на протяжении недели создавали из снега и льда невероятные образы в соответствии с темой, которую заявили организаторы «Россия глазами иностранцев». Евгений работал в паре со скульптором из Санкт-Петербурга Русланом Арсланбаевым. Изначально у них не было четкого представления, чему именно будет посвящена скульптура. Идея пришла сама собой уже на фестивале. Там так получилось, что мы знали темы, которые будут в фестивале заданы «Россия глазами иностранцев». Потому что там как бы и оформление самого этого места было тоже к этой теме приурочено. И когда приехали, у нас не было несколько вариантов эскизов. Начали перебирать с коллегами. Получилось так, что почти все, как и предполагалось, там, мишек с балалайками, там, мужичков с баньками. Ну, в общем, и вот мы так путем отбора остановились на нашей скульптуре «Хоровод». Шесть женских фигур в сарафанах и кокошниках выполнены из нескольких кубометров искусственного снега и олицетворяют красоту русской женщины. Работа над скульптурой заняла примерно неделю. Трудились художники каждый день, не обращая внимания на погоду, которая частенько преподносила не самые приятные сюрпризы. Но, несмотря ни на что, результат поразил и жюри фестиваля, и, самое главное, посетители снежной деревни. А это для скульпторов главная награда.